Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Стоит ли мне ходить к последнему психологу или стоит искать другого? Я хожу сейчас на консультации к бесплатному психологу Виктору. До него я ходил к другому психологу Николаю. Николай меня критиковал, говорил, что я сложный клиент, не сочувствовал, не принимал и даже не поддерживал. Мне становилось плохо от консультации, у меня случился перенос, и я заявил ему о переносе. Он как будто отверг меня на последней консультации, вел себя так и принижал меня, что к нему я больше не пришла. У меня случился огромный стресс, когда я обратился к новому психологу Виктору. Через несколько консультаций я открылся ему в страхах, что он может поступить со мной как предыдущий психолог. Он мне сказал, что если я не приду на следующую консультацию, то мне нужно написать ему об этом, а именно, что я не могу привозить свое недоверие. Причем он ранее говорил, что у меня недоверие к людям, не могу понять, для чего ему нужно это сообщение. Стоит ли продолжать с ним работать дальше, оба психолога бесплатные, у первых садж 10 лет, у другого 25 лет. Смотрите, Ирина. Я думаю, что вам действительно может не нравиться те или иные модели поведения специалистов. Потому что очень важно найти своего психолога, который вам бы подошел, которому бы вы захотели и смогли бы как-то довериться. Вот, поэтому тут есть свои нюансы. Но я также думаю, что вашей основной задачей является не исследование того, для чего делает то или иное, тот или иной психолог. А вашей основной задачей является, на мой взгляд, решение важных проблем. Собственно, того, для чего изначально вы вообще-то и обратились к психологу. Для решения своих собственных проблем, для решения своих собственных трудностей. Для решения того, что, вероятно, мешает вам жить. Вот на это очень важно обратить внимание. Вы какую свою проблему хотите решить? Что для вас проблема? Ну, проблема ваша собственная, я имею ввиду. Как вы понимаете, что это проблема? Как вы понимаете, что эту проблему нужно решать? Вот на это очень важно обратить ваше внимание. Потому что сейчас такое ощущение складывается, что вам интереснее обсуждать специалистов и их какие-то действия, а не решать свои проблемы. И чем больше вы на это обращаете внимание, чем больше этому вы посвящаете свое время, энергию, силы, тем, естественно, меньше остается ресурсов на работу, непосредственно над собой. А работа над собой является первоочередной историей. Вот. Поэтому, с одной стороны, вы большая молодец, что как-то вот замечаете какие-то вещи, что с вами происходит, да? Вот. Вы большая молодец, что говорите об этих вещах. Хотя ну, чувствуется, что вам и тяжело, и непросто, и чувствуется, что вы боитесь и так далее. С одной стороны, вроде бы так. Но, с другой стороны, нет ощущения, по крайней мере, у меня нет ощущения, что вы хотите решать свою проблему. Возможно, вы даже не знаете, что это за проблема. Вот. потому что бесплатный психолог, это психолог, у которого вы не вкладываетесь. Если человек не вкладывается, то ему не цена, к сожалению, та помощь, которую он получает. да, это непопулярная точка зрения. Это точка зрения, которая вызывает осуждение со стороны некоторых клиентов, которые считают, что ну, так не должно быть. Я сейчас не собираюсь в этом смысле спорить. Я не собираюсь спорить, не собираюсь доказывать. Просто вопрос заключается еще раз в том, какую проблему вы хотите решать? И хотите ли вы решать какую-то проблему свою? Вот это очень важный момент. Если хотите, решайте. Решайте эту проблему с тем специалистом, который вас устраивает. И не решайте эту проблему с тем специалистом, который вас не устраивает. сейчас же вы почему-то спрашиваете у нас. А мне как действовать-то? Мне с кем оставаться-то? Мне что делать-то? Спрашиваете вы. И на мой взгляд это перекладывание ответственности. Нет, если вы не доверяете себе, если вам сложно, трудно, нелегко себе доверять, то мы вам поможем в этом. Мы поможем вам научиться себя доверять. Мы поможем вам научиться себя слушать. Слышать. Но опять же, это именно проблема, которую нужно решать, если вы считаете, что у вас проблема связана с недоверием к себе. Вот. То есть изначально с каким запросом вы пришли к психологу? Дело не в том, что он вам говорит недоверию вас к людям, недоверию вас к людям, это все не важно. какую проблему вы хотите решить? Вот. От этого уже нужно отталкиваться. Ну и понятно, что вам не хватает принятия. Вот. Что вам не хватает. Вам не хватает принятия и вот у вас страх отвержения, на мой взгляд. Но опять же, хотите ли вы с этим работать, считаете ли вы это проблемой? Большой вопрос. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. до 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 Продолжение следует...